Партийная партия Мы специально это сделали для того, чтобы ознакомить руководство страны с нашими оценками и подходами, с нашими программными документами и результатами восьми слушаний, которые мы провели в стенах Государственной Думы. Я отправил эти материалы президенту Совету Безопасности, премьер-министру и всем министрам его кабинета, губернаторам и руководителям законодательных собраний. С просьбой внимательно изучить наш бюджет развития, который можно сформировать уже в этом году, на следующий год 33 триллиона, и нашими конкретными предложениями по развитию высоких технологий, совершенствованию образования и науки, и особенно здравоохранения на фоне коронавируса и массового умирания страны. Еще раз не устаю говорить и хочу, чтобы президент услышал, и завтра в своем послании это особо отметил, страна продолжает вымирать ударными темпами. Вчера в выступлениях практически всех участников было подчеркнуто, что за последние 30 лет мы потеряли 20 миллионов только русских людей, и русские области в 2-3 раза быстрее вымирают и на сегодня. Нужны экстренные меры. Суть этих мер давно обозначена, но без развития экономики, без высоких темпов эти задачи не решаемы. Сейчас опубликован доклад высшей школы экономики, как будет смотреться наше производство и страна в ближайшие 15 лет. Мы в своем докладе подчеркнули, что за последние 10 лет средние темпы составили 0,9%, то есть экономика не выросла даже на 10%. Даю справку, американская выросла на 16%, европейская на 32%, китайская на 101%, в 10 раз интенсивнее развивались только благодаря тому, что социалистическая экономика и эффективное управление даже позволяют преодолеть и кризис, и пандемию, и все остальное. Эта программа нами представлена и Кабинету министров, начиная от закона образования для всех, кончая развитием современных новейших технологий. Мы наставили на том, чтобы максимально поддержали прежде всего социально-культурную сферу, без вложения в человека, а мы вкладываем гораздо меньше, чем все остальные, данные проблемы не решаем. Мы привели таблицу, каким образом реализовывала наша страна программу сохранения населения и приумножения его. В 1900 году наша страна, Россия, имела средние продолжительные жизни 32%, 32 года. Американцы на 17 лет больше. После Октябрьской революции, Ленинско-Сталинской модернизации, система Симашко дали потрясающий эффект. Население нашей страны удвоилось, а средние продолжительные жизни, когда мы отмечали 50 лет советской власти, составило 70 лет на 3 года, больше, чем Соединенные Штаты Америки. Мы предложили свой бюджет развития, в котором особо выделили систему образования, здравоохранения, культуры, воспитания и науки. И нашли способ, как это можно реализовать. Главный пример связан с деятельностью универсального, уникального университета Жара Салферов. И тем не менее, несмотря на наши просьбы, правительство продолжает наезжать на это учебное заведение, пытаясь его пристегнуть к одному из университетов. Это не просто глупость, это разрушение уникального опыта, где мы показали, что если соединить классное образование с высшей школой, академической наукой и соответствующей экспериментальной базой, можно получать специалистов высочайшего уровня. Кстати, таких специалистов по миру сейчас уехало из России почти полтора миллиона. Мы наставили на принятии специального постановления, указа президента о возвращении этого континента. Кстати, 8 из 10 мы даже опрос провели, с удовольствием вернутся в нашу страну и будут развивать нашу экономику. К сожалению, на этот вопрос, эту постановку проблемы не ответили пока ни президентская администрация, ни правительство. Мы еще раз обобщили опыт народных предприятий, представили все материалы и президенту и правительству, провели всероссийский семинар. На этом семинаре выступили ведущие руководители Грудинин, Казанков, Сумароков, выступил академик Кашин. Представили результаты и заявили, вот вам наглядный пример, как можно нарастить темпы и иметь 5-7 процентов, если хотя бы по одному такому предприятию организуем в каждом районе Российской Федерации. Вместо этого получили очередные наезды в судебных мантиях, прокурорских мундирах, всякого жулья, которое собралось только для того, чтобы захапать уникальное хозяйство и засунуть деньги в карман. Еще раз обращаемся к президенту накануне послания. Мы отправили вам и членам Совета Безопасности официальную просьбу разобраться в этой ситуации. Обращаюсь официально к Володину и Матыенко. Эти материалы отправлены и вам с предложением создать комиссию и расследовать, почему жулье из 90-х, типа полихаты, о котором тут с трибуны говорили наши товарищи, и выступал и Коломейцев, и Ющенко, почему это преступление не расследовано. И по-прежнему всякое жулье ввется вокруг народных предприятий под разговоры о том, что надо спасать страну и создавать соответствующие условия для консолидации общества. Для консолидации общества Путину завтра надо официально обратиться к стране с предложением сплотиться вокруг созидательной программы. Мы предлагаем такую программу. Вокруг закона образования для всех мы предлагаем такой закон, который гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего и первое рабочее место. Мы предлагаем решить проблему прожиточного минимума в 25 тысяч, иначе и дальше будут вымирать не в состоянии люди прожить на 10-12 тысяч, даже дети войны влачат жалкое существование. Мы предлагаем простить долги регионам, которые сидят в этих долгах, как в Шелках, всегда обсуждали проблему. 2,5 триллиона должны местные власти, а им отдали всю первичную медицину. Они не в состоянии ее ни содержать, ни эксплуатировать, ни поддерживать. Поэтому наша программа, на мой взгляд, абсолютно конструктивна. Но мы не видим полноценного диалога партии власти. Единая Россия не желает принимать эти законы. Я надеялся, что перед посланием президента хотя бы примут закон о детях войны. Восемь раз вносили. Еще раз повторяю, больше из тудобышки в стране нет, чем платить ветеранам, детям войны в деревне. 7-9 тысяч рублей в городе, 10-12, максимум 15. Это позор для нации, позор для власти. Мы не можем дальше двигаться без сплочения общества. Нас сейчас обвалились санкции и все остальное. И обращаюсь еще раз к президенту. Мы обязаны признать Донецкую и Луганскую республики. Мы обязаны обратиться к талантливому, трудолюбивому, достойному украинскому народу с посланием о том, что речь идет не о народе. Сам украинский народ попал как кур во щип в лапы этим ЦРУшникам, бандеровцам, нацикам и всякой прочей мерзости, которые эксплуатируют и разрушают братскую Украину. Но этим мерзавцам выгодно поджечь Донбасс, выгодно столкнуть славянские народы, выгодно копать и дальше ров и межу. Поэтому облащаемся прежде всего к матерям Украины. И президент обязан это сделать. Потому что те, кто сажают ребят в танки, за уродийные расчеты, они прекрасно понимают, что нынешняя украинская преступная власть не в состоянии вести современную войну. Они готовят гробы ребятам и детям матерей, которые живут на Украине. Потому что если у тебя нет прикрытия сверху, если у тебя нет соответствующих ракетных других космических систем, вы просто на поле боя будете поражены в первые 2-3 дня. И никакие 20-30 бесполотников вам не помогут. Те, кто затевает там драку, понимают, что они преступники, но они пытаются свои преступления смыть, скрыть за счет вот этой агрессии и этой войнушки. Если мы признаем Донецкую и Луганскую республику, если мы официально заявляем, что там 500 тысяч имеют наши паспорта российские, мы обязаны защищать свой русский мир и свое историческое братство и с Украиной, и с Белоруссией. Эта принципиальная линия должна быть известна всем и на Украине, и в НАТО, и американцам. Я думаю, они тогда поймут. Нам есть чем защитить и поддержать наших друзей и товарищей. Сейчас мы принимаем, уже 7 тысячи пошла детей, которые приехали с Донбасса и отправляем туда 91-й конвой. Конвой братский, конвой поддержки. Накануне 1 мая и Дня Победы. Вас одновременно поздравляем завтра. Ленинский праздник. Приглашаем вас на Красную площадь вместе с нами возложить цветы.